Ребята, привет всем! Только что я вас записал одно из самых лучших видео на моем канале, если ты хочешь измениться, это видео для тебя. Это видео кардинально тебя изменит. Ребята, я так орал, я так выложился, я готовился к этому видео, готовил всю ту инфу, что я узнал на семинаре Тони Робинса. Видите, сорвал голос. Я вот в конце записал для вас начало, я записал вступление. Это видео изменит вашу жизнь. Вы изменитесь, вы поймете. Как изменить свою жизнь раз и навсегда. Обязательно, обязательно досмотрите это видео до конца. Погнали! Итак, ребята, давайте начнем с мотивации. Переехали мы в отель в центре Лондона. Вот такой вот отель, здесь две комнаты. Давайте покажу вам быстро отель. Это будет мотивационная часть. Здесь спальня. Крутая спальня. Здесь рабочее место любимой. А вот здесь мое рабочее место. Видите, она бронировала номер. Ее имя здесь нас встречают. Здесь вот такая вот кухонька есть. Микроволновка. Мини-бар. Так, давайте покажу вам вид. Смотрите. Какой шикарный вид на Лондон. Колесо обозрения. А вот здесь у нас... Вот, прямо. Угадайте, что это. Это Биг Бен. Его реконструируют и поэтому... Он весь в лесах. Ни хрена не видно. Ни часов, ничего не видно. Там вот не знаю, или видно вам Темза. Здесь вот такая вот площадь. Короче, вид с окна классный. Но Биг Бена не видно. Вот такая вот ванная комната. Две раковины. Не знаю, для чего вторая. Халатики, тапочки. Так, только заехали просто. Любимая гуляет по Лондону. Итак, какая цена этого номера? Этот номер стоит 410 долларов в сутки. Самым дорогим номером по-прежнему остается номер на Буковеле. 500 долларов в сутки. Живу в центре Лондона. В апартаментах две комнаты. И этот номер стоит 410 долларов в сутки. Ну что, ребята, готовьте сейчас свои ручки, блокноты. Приготовьтесь внимательно слушать. Будет очень много полезной информации. Погнали. Итак, что было на этом семинаре? Мы проработали очень сильный метод. С помощью этого метода можно избавиться от любой зависимости. От любой зависимости. Вы хотите бросить курить, бросить пить. Вы хотите избавиться от лишнего веса. Вот мы проработали эту технику. Весь третий день был уделен этой технике. Давайте я вам расскажу, в чем суть. Давайте я вам приведу пример, чтобы вы поняли, как это сделать. Конечно же, любой человек не может вот так вот сразу взять и бросить курить. С вами должен работать профессиональный человек. Вот Тони Робинсон говорил, что он за час может избавить любого человека от курения, от алкоголизма вообще. От любой фобии. Боитесь вы там змей каких-то. Он рассказывал, как это делать. Как это все работает? Итак, метод Диккенса. Почему метод Диккенса? Все читали в школе произведение Чарльза Диккенса «Рождественская история». Вот, перечитайте еще раз это произведение. В чем там прикол? Там был Скрудж. Он был очень богатым, но его никто, короче, не любил. И у него происходит смена парадигмы. Ему показывают, вот приходят к нему ангелы там, или кто, не помню уже. И показывают, как он будет умирать. Ему это показывают. Задевают те чувства, которые переворачивают его мышление. Он видит, что он будет лежать один. Он самый богатый. Он лежит один. На похорон к нему там никто не пришел. И человек меняется. Еще раз. В чем прикол? Например, давайте объясню более простым языком, что это за метод. Когда вы ассоциируете, например, курение. Давайте я буду объяснять все на методе курения. Когда вы ассоциируете курение с чем-то приятным, с чем-то хорошим, вы курите, вы никогда не бросите курить, потому что вам нравится курить. И вы не хотите себя лишать этого удовольствия. Но только вы ассоциируете курение с чем-то плохим, с чем-то ужасным. Вы моментально бросите курить. Но вот это вот чувство должно быть очень сильным. Ребята, очень сильным. И Тони привел пример, как один человек избавился от курения. Как у него произошла эта смена парадигмы. Смотрите, сидел себе там человек у себя в офисе дома. И забегает к нему в офис его дочка. А он там курит, курит, курит. И дочь пришла к нему, хотела обнять папу. И от этого дыма она начала задыхаться. Именно почему-то в тот момент начала задыхаться, начала плакать. Начала рыдать и говорит, папа, ты себя убиваешь и меня убиваешь. И просто начала рыдать. А папа говорит, да нет, сигареты там не убивают. Но она настолько начала сильно плакать и попросила его, пожалуйста, не делай этого. Он увидел, как дочь страдает. Он связал курение с чем-то неприятным. Понимаете, да? С чем-то ужасным. Он может там увидел последствия. То есть что-то такое затронуло там его мозг. Это очень тяжело сделать. Серьезно, это очень тяжело сделать. Над этим нужно работать, чтобы вот так вот у вас произошла смена парадигмы. И этот человек бросил курить. Бросил курить ради дочери. То есть, смотрите, страдания дочери были намного сильнее чувства, например, удовольствия от курения. Поэтому он бросил. И так может сделать любой человек. Просто вот Тоня, он настолько уже прошаренный, да? Он, наверное, там знает, какие чувства задевать, чтобы ты вот избавился от этой зависимости. Приведу вам пример. На семинаре у меня случилась смена парадигмы. Выходит человек на сцену. Афроамериканец, весь такой веселый, там прыгает, танцует. Вообще такой заряженный. Ну, лет ему так, не знаю, 35-40. Выходит такой в футболочке, и у него висит живот. А он там задвигает, знаете, за здоровый образ жизни, за здоровое тело. И я его сразу же перестал уважать. Сразу же перестал уважать. Ну, у него не большой живот, а просто висела внизу такая вот складка, да? И я себе такой говорю, блин, ты задвигаешь за здоровое питание, а у самого там не идеальный пресс. Он там говорил что-то про идеальное тело. Вот нужно держать себя в форме. Я держу себя в форме. Думаю, блин, какого хрена? Почему ты пиджак не застегнул? Никто бы не увидел этот живот. А он наоборот там танцует, что-то показывает. И что случилось? В конце этот человек говорит, мне 65 лет. 65 лет! Он выглядит вообще на 40. Он настолько круто выглядит, потому что пользуется этой техникой. И у меня сразу же произошла смена парадигмы. Все, я начал его уважать. Раньше я его не уважал. Ну, это я так утрирую. Уважаю, там не уважаю. Потому что почему ты должен меня учить, если ты сам этим не пользуешься? Вот почему люди не уважают других тренеров по успеху, по личному росту. Да потому что они думают, что это какие-то мошенники. Они сами ничего не добились. Это фейковые, да? Фейковые такие учителя. Потому что, чтобы чему-то учить, это мой принцип. Ты должен сам этому следовать. Если ты этому следуешь, если это изменило твою жизнь, только тогда ты можешь этому учить людей. И вот, я сразу же этого человека зауважал. А что произошло? А ничего. У него как висел живот, так и висит. Понимаете, да? Но я узнал, сколько ему лет. Все, это перевернуло все в моем сознании. Все, я его теперь уважаю. Блин, красавчик. 65 лет, а так круто выглядит. Так что, каждый человек может избавиться от какой-то зависимости, если у вас произойдет смена парадигмы. Как вот у меня произошла эта смена парадигмы. Смотрите. Я прошел через боль. Я прошел через страдания. Всю эту боль, все эти страдания я связал всеми днями. Всеми днями, когда у меня не было, блин, денег. Я страдал. Мне было ужасно плохо. И когда я упал на дно, когда я пробил, блин, это дно, когда я набухался, когда я упал с третьего этажа, с общежития, когда я сломал руку, была нереальная боль. Вот эта вся боль, она накапливалась, накапливалась. И когда я вот лежу уже там в общежитии со сломанной рукой, этот ноутбук на подоконнике, у меня нет денег, у меня нихрена нет. Лежу там на кровати, блин, жарко, помню. Лето, то есть все было плохо, меня все раздражало. Это липкая простынь, эти ободранные стены, нету стула нормального. Скотчем к табуретке, досточка примотана, все. Это все, что у меня было, у меня была нереальная боль. И я больше так не хотел жить. Вот когда чувство этой боли настолько сильно, что ты хочешь измениться, это чувство сильнее, сильнее того чувства, когда ты с этим живешь, да, когда ты можешь с этим смириться. Вот то чувство боли было намного сильнее. Вот почему я изменился. Я говорю, я так больше жить не хочу. Все, я буду что-то делать, я буду рвать и метать, я буду часами, сутками сидеть за этим ноутбуком, пока я не заработаю эти деньги. Я ни хрена никуда не поеду домой. Я с этого Киева ни ногой. Я буду спать на вокзале. Я, блин, буду бомжевать. У меня ничего не будет, но домой я не вернусь. До тех пор, пока я не добьюсь успеха в столице. Вот какое у меня было чувство. И это чувство мне помогло. Я, конечно же, вам не говорю, там, все бросать, да, и так же делать. Но это ближайший путь к успеху. Не то чтобы ближайший. У вас меняется сознание. Эта боль настолько сильна. Почему? Вот все люди прошли через эту боль и стали успешными. Тони прошел через эту боль. Тони говорил. Он жил в квартире, когда ему было там 18 лет. Да какая квартира? Дыра там была. Места не было вообще. Комнатка 2 на 2. Он что-то арендовал где-то. Денег вообще не было. Он был жирным. У него был большой живот. Он питался в фастфудах. Я вот смотрю на этих людей. Смотрю на всех этих людей. И задаю себе вопрос. А что у них было такого? Какая была у них боль? И я, когда начинаю смотреть биографии других людей, я замечаю всю эту боль. Вот посмотрите биографии успешных людей. У всех у них в жизни была огромная боль. И они через эту боль прошли. Они больше не хотели так жить. И вот Тони был жирным. Питался в фастфудах. У него ничего не было. И он попросту сказал все. И я так больше жить не буду. И что Тони сделал? Когда его выселяли из этой дыры, как он подкрепил эту боль. Почему его выселяли? Потому что он уже не мог платить за эту комнату. Он взял наушники, выбежал и начал бежать. И сказал себе, я буду бежать, пока я не упаду, пока я не сдохну, пока я не буду плеваться кровью. И вот он бежал. Жирный, представляете, там бежит такой. И вот падает. Там плюется. И все. Он подкрепил эту боль и сказал, все, я больше так жить не хочу. Не хочу и не буду. Также там был человек, он сейчас миллионер. Он у Тони работал охранником. Бесплатно работал. Потому что Тони изменил ему жизнь. И он 8 лет работал бесплатно. Очень крутая история. Из-за чего хотя бы стоит посещать такие мероприятия из-за таких историй? Потому что это феноменальная история. Этот человек жил в спасательной будке на пляже. Вообще не было денег. И вот он тоже прошел через эту боль. Он теперь показывал свой дом. У него есть личный самолет. У него там состояние что-то в 50 миллионов долларов. У него компания по переработке мусора. Короче, прикольный чувак. И вот он тоже рассказал свою боль. Рассказал свою историю. И вот смотрите, ребята. Например, вот кто-то из вас хочет изменить свою жизнь. Все. Хочет взять и изменить свою жизнь. И вот когда вы себе говорите. Например, кто-то живет в глубинке, в провинции. У него ничего нет. И он себе говорит. Все, я хочу изменить свою жизнь. Я беру билет в один конец. Я сажусь там на поезд. И еду в Москву, в Питер, в столицу. И все. И буду там выживать. И потом этот человек думает. Нет, там я никого не знаю. А как это так? А я брошу там своих друзей. А как это так? А что обо мне подумают? Блин. Здесь у меня хотя бы есть квартира. Да? Есть какая-то еда. Хоть что-то есть. А что там? И вот человек не уезжает. Потому что чувство того, что у него есть, оно сильнее, чем то чувство, когда он хочет измениться. И вот он живет, 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 да? И вроде бы все нормально. Но он живет в абсолютном дерьме. Он несчастлив. И что только может эту боль усилить. Что-то очень такое нехорошее. Например, какой-то поступок, да? У него сгорел дом этого человека. Когда ему уже вообще ничего терять. Эта боль настолько высока. И эта боль перекрывает вот то чувство, с которым он жил. Все. Он берет билет в один конец и уезжает. Ему нечего терять. И мне не было, что терять, да? Я один. От меня уехала девушка. Я на съемной квартире. Мне нечего терять. Я не хотел ни с кем общаться. Там общаюсь с людьми. Они все негативные. Они тебя не понимают. Они жалуются на жизнь. И тогда я захотел посмотреть на людей, у которых что-то получается. Я ходил на всякие бесплатные встречи, семинары, чтобы отвлечься. Я смотрел мотивационные видео. Я понимал все то дерьмо. Весь тот негатив. Негативная музыка. Ужасные фильмы. Новости, например. Все, что разрушало мою жизнь, я это нахрен убрал. Сказал, иди ты нахрен. Я не хочу больше видеть все то дерьмо. Все то дерьмо, из-за которого мне плохо. Смотришь там фильм, тебе плохо, неприятный осадок. Слушаешь музыку, а там какой-то рэп там. Я буду бороться, там иду до конца. Но жизнь дерьмо. Я не хотел такое слушать. Я хотел слушать позитив. Если что-то смотреть, то только приятное. Которое вызывает у меня улыбку и смех. И это, ребята, касалось абсолютно всех вещей. Если я захочу прочесть книгу, я прочту только полезную книгу. Только книгу о деньгах. Если я захочу послушать музыку, я послушаю только позитивную музыку. От которой у меня поднимется настроение. Если я захочу, не знаю, заставку на телефон себе поставить. Я не поставлю череп какой-то, да? Какое-то дерьмо мрачное. Я поставлю бабки, я поставлю яхту, я поставлю машину туда. Вот как я начал мыслить. Мне все то дерьмо попросту надоело. Боль была очень сильной. Если там, я не знаю, я захочу жаловаться на жизнь и говорить, блин, как неплохо. Я буду благодарить за то, что у меня хотя бы есть сейчас. Ноутбук там есть, телефон какой-то есть. Все, я за это благодарю. Все, никаких жалоб, блин, на эту жизнь. У меня крутая жизнь. И когда я на съемной квартире рыдал, я вам уже рассказывал. Я себе думал, нет, успокойся, какого хрена? А ну-ка, успокойся и подумай. За что ты благодарен? Что у тебя есть сейчас? У меня есть квартира, хоть и съемная, но зато я живу один. Крыша над головой есть. Еда есть, да, есть у меня еда. В холодильнике там три яйца, гречка, пушка, все. Этого достаточно. Теплая вода есть, блин. У многих людей нет теплой воды. У меня есть здоровые родители, хоть я и поссорился с родителями. Я искал только плюс. Я искал только позитив. Так меня достало все это дерьмо, которое отравляло мою жизнь. Что я решил раз и навсегда от него избавиться. Короче, ребята, это был главный инсайт, как изменить свою жизнь. Главный инсайт. Когда желание измениться, будет намного выше желание терпеть то, что у тебя есть сейчас. Когда боль будет намного выше. Когда ты эту боль больше не сможешь переносить. Помните притчу о собаке, когда человек проходил мимо дома и скулила собака. Идет, в первый день скулит, во второй день скулит, в третий день скулит. Он подходит и спрашивает у хозяев, почему лежит собака и скулит. А хозяйка отвечает, она лежит на гвозде. А человек говорит, так какого хрена она не встанет. Значит, ей не настолько больно, чтобы встать. Ей больно, ровно настолько, чтобы лежать и скулить. Ее это устраивает. Когда вас перестанет ваша боль устраивать, вы изменитесь моментально. Когда терпимая боль, терпимая боль станет невыносимой. Станет нереально невыносимой. Вот тогда вы изменитесь. Короче, ребята, я на этом с вами буду прощаться. Я безумно вам благодарен за то, что вы цените такие видео. Я знаю, что это видео повлияет на вас. Я знаю, что 1% людей точно изменится. А если 1% изменится, я уже изменю мир. Я уже кому-то помогу. Я не зря все это сказал. И вот когда вот записал это видео, блин, вот настолько мне спокойно уже на душе, да. Потому что я вот, видите, да, я еще сильнее хрип. Спокойно от того, что я это вам рассказал, что я поделился. Вот, когда ты переходишь на новый уровень, тебе хочется отдавать. Тебе хочется помогать людям. Тебе хочется быть полезным. Ты столько знаешь, ты думаешь, блин, я же могу помочь этим людям. Я же через это прошел. Я же могу изменить их жизни. И ты от этого получаешь удовольствие и кайф. Еще раз всем огромное спасибо. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Да сбудутся все ваши мечты. Всех люблю. Целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok